Трасса 101 Здравствуйте! В эфире Трасса 101. Меня зовут Владимир Сметанин. Стартуем! Глава российской госавтоинспекции Виктор Нилов предложил устраивать массовые проверки водителей на алкогольное опьянение. Когда и как именно они будут проводиться, генерал-майор не уточнил. Однако ранее бывший начальник ГИБДД Виктор Кирьянов, также высказывавшийся за эту меру, говорил более конкретно. Речь шла о совместном дежурстве на определенном участке дороги инспекторов и врачей, которые бы тормозили каждого шофера с предложением дунуть в трубочку. Трасса 101 Брянские гаишники сделали нетипичную для них работу. Они опросили автомобилистов на предмет того, что их больше всего раздражает в поведении других водителей. Самым популярным ответом оказалась парковка сразу на два места. За ней следует невключение указателей поворота при перестроении. На третьем месте разместился вариант, цитирую, «неторопливая езда в левом ряду». Также автолюбители обвинили своих коллег в бестолковой перевозке грузов, езде с дальним светом и чрезмерной резвости в плохую погоду. А что же выводит из себя кировских автомобилистов? Больше всего раздражают водители отечественных машин, которые ездят не по правилам. Какая-нибудь шестерка, да, она вся болтается, перемыхает, но она обгоняет им по посречке и куда-то летит. Водители троллейбусов, которые перестраиваются в левый ряд, когда им нужно быть вправо, и потом влазят, впихиваются. Женщины за рулем ездить не умеют, машины покупают. Водители, которые вовремя не могут сориентироваться, включить там поворотник, например, затормаживают резко, которые вообще поворотник не показывают. Те, кто гоняют, обгоняют, лихачат. Чайники, которые элементарно не могут при повороте включить сигнал поворота. Компания General Motors научила свои автомобили останавливаться без участия водителя при возникновении препятствия. Секрет в сложной электронике, встроенной в передний бампер и связанной с тормозной системой. Правда, автоматический тормоз эффективен только на небольшой скорости. Например, когда сидящий за рулем паркуется или выезжает из гаража. Ехать не идти, физических усилий требуется меньше. Однако при дальней дороге можно изрядно устать и даже подпортить здоровье. Об этом не понаслышке знает депутат Законодательного собрания Кировской области Константин Машуренко. Из Кирова поехал в Питер где-то год 88, наверное. И получилось так, что я должен был вдвоем с товарищем ехать, но он не смог. Пришлось ехать одному, там, 1700 километров. Останавливаться, ночевать не хотелось. Дороги были ужасные, конечно. Вот я на восьмерке проехал за 17 часов вот эту трассу. Но в конце уже где-то там за Тверью, там, на Валдайских высотах, когда осталось там 350 километров, у меня страшно затекла шея. Мне приходилось через каждые 20 минут останавливаться, делать гимнастику. Ну, боль была дикая. В итоге заработал остеохондроз очень приличный, который я потом через год где-то пришлось ложиться в больницу. Было там серьезное отложение солей. Конечно, она мне тяжело далась. Ненадолго прощаюсь. Нескучного пути. Пока.